всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас уход за волосами покраска тонировка волос пилинги итак поехали начинают тестировать уход за волосами которые заказала на рандеву в частности у меня здесь корейский пилинг ладор вот с него мы с вами начнем способ применением ампула наносится непосредственно на кожу головы после мытья волос ага то есть мы с вами сначала должны промыть волосы шампунем потом наносим пилинг после мытья волос аккуратно помассируйте кончиками пальцев одну-две минуты всего быстренькая штука далее в течение минуты пройдитесь по всей длине волос тщательно смыть о как в общем это на один раз шампунь я буду пробовать сейчас вот этот массив для объема очень интересно хотя конечно впечатление может смазать бальзам но тем не менее иначе у нас с вами видео размажется до месяц и вот такой вот бальзамчик от ладор он тоже насколько я помню я заказывала для объема до для придания волосам гладкости объема параллельно придает облом объем укрепляет увлажняет интересно не утяжеляя написано на 5-10 минут будем пробовать чем сейчас пробую шампунь после наношу пилинг бальзам чик и все вам расскажу основной ритуал красоты утренний совершен так по шампуню вы знаете пока понравился понравился чем вот если сравнивать с моим любимым ладор зеленым вот этим вот он для объема действительно для объема но он волосы подсушивает мне очень нравится этот эффект я такие шампуни люблю потому что потом где мне надо их увлажнить где у меня пересушенные кончики я увлажню там дополнительно маслами сыворотками спрейчиками и так далее потом в процессе уже когда-нибудь высыхать естественным путем поэтому мне нравится у корней остается объем и так далее здесь нет вообще пересушивания и нереально какая-то крутая душка она просто нереально на мне что-то напоминает не могу понять очень яркая такая красивая дорогая суперская парфюмерная душка вот здесь вот понравилось он очень густой он практически вот он не выдавливается он прям очень очень густой и хватает совсем чуть-чуть чтобы распенить поэтому в этом плане да и он не пересушил волосы то есть тактильно я не ощущала что он их пересушил они какие-то интересные они вроде как и вымыты до скрипа и какие-то вот как напитанные интересно я буду смотреть потом дальше конечно вам расскажу так а сейчас у нас пилинг мы с вами по инструкции пилингу нас кстати 22 с вами поэтому пока именно вот этот ладор сыворотка для очищения кожи головы будем тестить все зачем пилинги нужны баловство не баловство не знаю эксперты утверждают что если у вас очень быстро жирнится жирнятся корни кожа головы даже жирная то без пилингов никак то есть вот они очищают именно так чтобы ваши волосы дольше оставались чистыми и корни не жирнились и соответственно был больше прикорневой объем так утверждают эксперты будем с вами проверять смотреть то есть шампуни наши с вами из крабы не очищают такую как очищают пилинги то есть такой же главы тоже нужен кислотный уход начинаем я такой пудель после милирования у меня вот здесь как раз волосики какие они все подожженные объем у меня так и так присутствует люблю такой эффект так здесь удобный наконечник и я прям буду вот так девчонки по проборам наносить аккуратненько и не пальчиками массировать а есть у него такого четко они везде кругом продаются не очень бюджетные и мне кажется это гораздо удобнее и везде на всю кожу головы не знаю конечно на всю длину потом как распределить мне такого на мои волосы не хватит хотя посмотрим нет все-таки девчонки прибегла к пальчикам потому что с пилингами нет другая история и расход очень маленький получился опять же оправдал не оправдал мои неожидания скажем так в общем расход действительно маленький потому что консистенция такая кремовая как холодить до кожи головы сначала было чуть-чуть сейчас прям очень и благодаря тому что консистенция крема она прям такая знаете тягучая питательная не маслянистая но такая вот тягучая то есть вот одной вот этой капельки хватает на достаточно большую часть головы поэтому нет в принципе на несколько раз этого пилинга хватит вот по ощущениям холодить знаете такой ментоловый холодок прям холодит холодит очень сильно я думаю может быть будет сжечь нет именно холодит одушку очень приятно косметическая достаточно яркая и прям слушать холодить дальше у нас написано распределить по коже а из кожи головы по волосам но здесь нет и вот тут как раз таки сейчас попробуем светло-розовый кстати он такой пилинг попробуем вот так сделать через две минуты у нас написано на волосы нанести то есть не только кожу головы но и волосы мы с вами очищаем хорошо малыш мама да вот этот в принципе тоже несколько капелек хватает потому что достаточно такая питательная консистенция он хорошо по волосам ползет хорошо распределяется поэтому даже все сейчас еще одну капельку сушно раз на три точно хватит такого тюбика вот тут сзади и все прочувствовать мы ничего конечно уже не будем наносить в общем с помощью пальчиков как следует на кожу головы а потом уже можно еще вот так помассировать для лучшего эффекта мне кажется будет вообще здорово пора смывать там у нас на все про все три минутки и дальше буду следом прямо на кончике буквально хотя нет наверное на всю голову попробую как холодить то вот этот бальзам ладор который для объема мы с вами для объема и гладкости сейчас посмотрим как он выглядит вообще все приходит запечатанная м хорошо запечатанная и шампунь тоже был запечатанный массив а это такая жидкая же чем вот шампунь массивовский консистенция прозрачная видите потекло все потекло вообще пошла смывать наносить бальзам и будем потом смотреть я прям думаю что после таких средств должно быть что-то вау прям и объем и красота и блеска и лежать они должны идеально но средства не бюджетные продолжаем уход за волосами что хочу сказать девчонки я попробовала отдельно вот этот вот шампунь от массив который для объема нет нет и нет но вот лично для меня на шампунях также как в парфюмах это и в тушек для ресниц надо попробовать иначе не поймешь потому что кому-то подходит кому-то не подходит я его попробовал вот без бальзам без не смывашек ничего жуть такие поганые волосы это вообще какой-то кошмар они все пушатся статическое электричество привет висят как пакли объем его тоже как бы нет они пушатся но этого все равно мало чтобы создать объем вот не сравнить даже с моим любимым ладоровским зеленым не сравнить поэтому бальзам вещь пушка вообще просто вот это хочется теперь в большом объеме вот этот который вот гелевый такой интересный он вообще волосы после него обалденные на ксюшке попробовала на себе wonder tea ладоровский вот этот очень классный очень классный вообще вас волосами чудеса творит вообще не утяжеляет кучу не что там нет силиконов но волосы выглядят великолепно и кончики запаиваются так филлер тоже до ладоровский да да имеет место быть вот массив шампунь нет у нас теперь с вами на очередь еще один пилинг корейский для кожи головы это брендом алмаз алмаз или как-то еще веган алмаз алмазил вот так вот в общем помостил одна штучка так я смотрю тут как применять наверное не написано здесь состав прям крупно крупно но так же как и первый будем применять на всю длину я не буду уже наносить только на кожу головы и посмотрим чего он стоит вот после первого филлера а у филлера пилинга ладоровского вот этого да прям подсохла кожа головы не до такой степени подсохла чтобы какие-то шелушения и так далее но она действительно подсохла она очистилась до скрипа то есть потом вот даже после второй помывки волос трогаешь кожу головы она прям такая вот чистая то есть частички какие-то омертвевшие кожи они прям хорошо отшелушились поэтому работает теперь пробуем с вами вот такой интересный 15 миллилитров тоже удобный носик наносить прям вот так по проборчику сейчас посмотрим что он у нас тут будет он у нас такой кремовый какой-то тягучий прям тягучий смотрите приятная парфюмерная какая-то цветочно-фруктовая тушка в общем сейчас нанесу расскажу готова помассировала кожу головы и такая консистенция прям как у масочки для волос вообще написано что это сыворотка для кожи головы отшелушивающая поэтому я думаю конечно на длину тут не надо пошел холодок без пощипывания просто холодок по коже головы пошел здорово приятненько прям хорошо пусть все же отшелушивается потом тогда минут наверное 10 подержу смою и расскажу о своих ощущениях в следующий раз уже сейчас все с вами отшелушим почистим кожу головы и волосы будем краситься так девочки теперь у нас покраска волос последнее время вообще нереальное количество вопросов про цвет волос хотя я всегда вам все показываю видео про покраску волос есть поэтому все поэтапно буду показывать и рассказывать во первых цвет который получится естественно зависит от того какой у вас цвет базы естественно то есть если вы темненько вообще мой натуральный цвет волос почти черный но у меня очень много седых волос особенно спереди как назло поэтому я предварительно не осветляюсь когда крашу корни меня берет краска вот в таком виде в котором сейчас я ее буду замешивать а изначально конечно чтобы выйти из темного цвета я осветлялась давно это уже было очень поэтому все зависит от базы возможно нужно будет осветлиться потом подождать какое-то время и краситься краски и стель принцесс и стель хром они очень пигментированные их используют в основном для тонировки но для покраски тоже они прям вот очень пигментированные хорошо подходят для седых волос и в принципе работают без осветления я наверное последние несколько месяцев вообще не крашу волосы я только донируюсь ну как не донирует нет я крашу корни и эмульгирую потом по длине что мы собственно сейчас с вами и будем делать потому что этого достаточно у меня база осветленная светлые и мне достаточно вот этой вот эмульгировки у меня есть два оксида трешка и девятка последние разы я делаю на трешке но для себя сделала вывод что на шестерке лучше всего дольше всего держится лучше всего закрашивается седина и получается самый насыщенный цвет вы смотрите сами по своим волосам по своей структуре потому что даже если вы все сделаете точь в точь как я все равно у вас не получится такой же цвет волосы всех разный прошу прощения за голос осиплость это пока не проходит никак вообще база разная все разные волосы разные поэтому ну это надо понимать я у меня тарелочка здесь такая да с рандеву тоже я вам в распаковке показывал ссылки так все есть она здесь смертной шкалой рано я открыла аксид сначала мы с вами будем смешивать краски мы выберем у меня их 5 штук я обязательно возьму 865 это светло-русый фиолетово-красный красный цвет нейтрализует желтизну и дает очень красивый оттенок в купе поэтому 865 я последнее время всегда добавляю последний раз вот она у меня закончилась но тем не менее добавлять я буду где-то у нас здесь тюбики по 60 миллилитров а где-то 20 миллилитров 20 миллилитров моей тарелки нет поэтому приблизительно на глаз можете взять кухонные весы 20 грамм допустим добавлять да я где-то одну треть краски добавляю 865 вот это все выглядит еще мне есть четыре интересных оттенка как правило я мешаю 3 минимум три оттенка но не минимум три по 3 всегда остальное все это уже баловство просто иногда они могут быть разными зависимости от того какая краска у меня осталось что у меня есть и так далее у нас есть с вами 871 светло-русый коричневый пепельный его я взяла первый раз ни разу не пробовала наверное мы возьмем его так и хром у меня в оттенке 818 светло-русый пепельный жемчужный но так как у нас 865 с красным отливом и она тоже будет давать вот эту жемчужность может быть мы брать его не будем так 861 мой любимый светло-русый фиолетово пепельный но он может давать зелень вес 65 но не зелень нет просто будет очень холодный оттенок но вот очень холодный слишком холодно сейчас тоже не люблю и 88 66 у меня светло-русовый фиолетово интенсивно что что с вами возьмем то давайте 861 все-таки мой любимый светло-русый фиолетово пепельный то есть вот так вот набрали несколько оттеночков красочек да и красимся дома и хватит нам их надолго на год девочки хватит этих тюбиков краски но на полгода точно смотри как часто вы красите я сейчас где-то раз в полтора раза два в полтора раз месяц месяца хорошо корни так 861 тоже на глаз где-то 20 миллилитров 20 грамм убираем давайте возьмем chrome 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 818 светло-русый пепельный жемчужин тоже 20 грамм одну треть тюбика на глаз я все делаю девочки сразу хочу сказать что восьмерка на выходе сразу на выходе будет темная то есть если вы совсем блондинка совсем то вам тонироваться надо это даже не знаю с оксидом или без на полторашечки на полторашечки и прям брать по чуть-чуть краски прям по полтора по три сантиметра перемешивать ее добавлять немножечко несколько капель оксида полторашки и можно масочку для волос добавить или бальзамчик и вот так нанести на волосы это совсем блонд то есть уровень десятки 11 уровень и так далее чтобы получить вот такой красивый отлив да у меня уровень восьмерки он на выходе будет темный на через две помывки где-то он смывается краски с вами положили и теперь нам их надо как следует перемешать перед тем как добавлять оксид потому что сначала мы с вами получаем цвет а потом уже у нас он должен вступать в реакцию с оксидом сначала мы с вами творим магию мы с вами замешиваем краску для нереально крутого цвета волос не пока все устраивает и вообще не собираюсь даже какие-то другие краски или методы покраски использовать поэтому если у вас возникают вопросы процвет волос то делаю я только так так перемешали едем дальше сколько метод инструментов вы бы видели теперь у нас получилось где-то 60 миллилитров краски опять же все зависит от длины вашего вас ваших волос я добавляю где-то 40 миллилитров тройки у меня просто шестерки нет у меня только тройкой девятка так бы я добавила 60 миллилитров девятки шестерки так на глаз опять и девятка у меня такая же добавляю где-то 20 миллилитров чтобы мне на выходе получилось что-то похожее на шестерку все как следует перемешиваем и собственно говоря приступаем к покраске по проборчиком красим корни ничего там сложного нет волосы предварительно я помыл очищающим шампунем без всяких масочек и бальзамчиком чтобы цвет проник структуру волосы задержался там на подольше мой цвет при искусственном освещении но вы видели так все замес готов теперь по проборчиком беру беру прям и как следует прокрашивал корешки сантиметра сколько 34 вот так как следует все прокрашиваем волосы у меня седые видите уже корни отросли наверное на сантиметр вот их видно пора уже прости вот таким образом все как следует прокрашиваем краски на выходе получается много я сейчас прокрашиваю первым делом знаете как центральный ряд а потом сзади потому что вот сзади как правило у многих затылок я имею ввиду окрашивается хуже всего у меня например сзади естественно конечно же нет седых волос они все на самом виду спереди поэтому я сейчас прокрашу сзади и по бокам потом по проборчиком и все все вот таким образом не трогая длину промазала все корни мне даже осталось то есть если таким образом делать то даже не по 20 по 15 миллилитров вполне достаточно вообще заглажала врезать еще достала ампулы фаберликовский себе добавить в добавим маску потом зажимчики сейчас девали вски до встану кто-то девочек писал что они самые самые удобные что прям вот вообще прикольный кстати такие софт-тач сейчас все это дело заколю полчаса хожу засекаем время потом включаю теплую водичку и прямо наклоняю в голову над ванной и немножечко теплой водички поливаю на кожу головы не так чтобы она стекала с волос а так чтобы у нас немножечко разжижилась краска наша на корнях и переношу его так стягиваю руками на кончики хожу еще 10 минут смываюсь сушусь делаю макияж и показываю вам великолепный цвет волос вообще мне впервые вот такой оттеночек получается жемчужно-фиолетовый очень интересно но и краску один оттенок мы с вами взяли впервые тоже должно быть что-то красивое ходим хороший вот и цвет я конечно ждала немножко другого здесь хром все пересилил так сказать то есть взял основной акцент на себя вот про что я говорила хром это хром хром с ним нужно быть аккуратнее цвет получился очень красивый ничего не хочу сказать прям прекрасный корни темнее смотрите да корешочки темнее прям все здорово стильно красиво замечательно мелирование мое никуда не делась то есть прядочки видно цвет красивый но прям холоднючий холоднючий без той теплой розовинки которую я люблю на волосах поэтому в следующий раз я наверное буду без хрома замес делать каким-то другим оттенком но хром мега стойкий хром мега холодный он видите он прям хром хром внизу у меня волосы темнее они так и так видите темнее потому что вверх я мелировала половина не сними лировала мне нравится такой эффект я прям люблю цвет получился обалденный на самом деле камера вот вам вроде все передает правильно стою сейчас при естественном вот освещение камера вам передает правильно цвет холодный он еще подсмоется он будет немного цветлее в целом не все нравится так мы на этом обзор будем заканчивать все ссылочки на все продукты оставляю вам под роликом все брала в интернет-магазине рандеву и промокод на скидочку 10 процентов тоже вам всегда оставляю проходить смотрите пользуйтесь надеюсь вам было интересно и полезно всех любит слой всем пока пока